а салам а галейкум до стар бул каштанов минен каштанов reaction арнамы хош кельди низдера и сегодня у нас будет реакция на видео под названием туркистан глазами россиянина ребята без лишних слов приступаем к просмотру не забывайте подписываться на канал писать комментарии ну и конечно же прожимать кнопку мне нравится ну и конечно же досматривайте видео до самого конца это очень важно просторы 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 где-то раз 7 сколько вы видите отсюда расстояние до конца вот этого огромного здания еще потом идти может даже нет больше нам чем 7 раз 8 9 вот по столько же такого расстояния то есть снять это за раз нет невозможно ты можешь просто час снимать идти нормальным шагом не прогулочный да стараюсь как-то спал или потом склею насколько это можно с телефона да такие виды надо с квадрокоптера снимать вот там я зашел ребят как правильно это здание называется напишите пожалуйста вон там следующее здание там же вход в караван сарай вот этот огромный туда это как бы не парк это отдельный город в городе и вот до этой штуки идти столько же вот от этой штуки как я зашел от входа дальше на тут той штуки как сиднее вон там следующая мечеть да не столько же как вот от входа до этой и вот так вот от объекта к объекту нет тут без электросамоката не обойдешься примерно четыре минимум раза четыре пять таких животных как бы так сказать шагов от одного объекта к другому это просто пятая говорим это огромный блин мне кажется там нужно открывать прокат электросамокатов а может быть он там уже есть и прокат на неважно до частные или же там от от акимата да но что-то надо с этим делать хотя может быть имеет смысл пройтись пешком и подумать о вечном парк громный ничего подобного не видел даже близко а я 25 сентября как покинул россию границу с казахстаном пересек на машине и 12 дней я жил в машине пока самолет моего сюда не прилетел 7 октобе туркестан 12 дней я жил машину я двигался просто по минимуму октобе может минут 20 сходить в туалет и все потому что все деньги все вещи все документы все собой оставлять страшно да и погода там была половина дней холодно теперь не здесь 25 ничего себе жить в машине столько дней я спал машине здесь конечно год красивее туристическое мекка казахстана и поэтому с непривычки я вчера прошелся весь этот парк а с утра ноги болят вдали видно этот караван сарай только начинается и он длину тоже огромный короче и вот с непривычки прошелся ноги болели уже под конец так именно не сами ноги а суставы тазобедренные с непривычки и вот сейчас я иду хоть и поспал хорошо 10 часов и добром хрома или иду болят тазобедренные суставы с непривычки да не я думаю это дело в том что спишь в машине 10 часов хоть 20 часов спи неудобно же вот они тягостые как это у нас в армии говорили солдат должен переносить все тяготы и лишения армейской службы да и эту пословицу поговорку можно в нынешнее время тоже перри начать до тягостые лишения временной мобилизации частичный то есть интересно сколько тысяч лет этому зданию это же старое здание очень старая древняя целое паломничество сюда узнать бы историю этой чаши пойду к чаши туда или медная буду на паузу ставить посмотрим как это дальше на ребят вот так вот запросто можно прикоснуться к истории да опа снимать нельзя на 12 14 век вот там дальше вот где голубенькое закругленное здание вон там это уже называется вот караван сарай здесь парк парк но он еще идет дальше 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 вот до этой мечети то есть он не только длинный но и широкий вот до этой мечети еще метров 100 шире а в длину вот там вдалеке не знаю видно пригород насколько хорошо и там такой огромный ну по карте можете посмотреть если кто захочет и если получится мне ставить скрин вот такой круг водяной ребят и это все он обошел в первый день да как говорится с непривычки нифига себе реально целый день у него ушел на это он сам по себе огромный и еще за этим кругом ну за этим кругом там горой ну метров четыреста еще дальше метров четыреста дальше еще и вот такой парк так что если даже просто по прямой тяну километра три наверное четыре а если где-то заходить потому что каждый метр это какая-то какие-то произведения искусства фонтаны цветы лавки здания ну весь день можно ходить тут все равно все не посмотришь и это не учитывая караван сарая ну и учитывая то что сегодня 8 октября и погода как летом приятнейшая 25 до плюс 25 сюда надо ехать ребят здесь очень красиво и есть на что посмотреть сам по себе город очень красиво вот это здание ну типа храм буду его называть ну вот до него ну нет дольше чем я пошел сначала вход необычная архитектура такой ну короче огромный торговый центр караван сарай он длиной нот как отсюда до этого здания большого и до конца парка вот как до мечети и еще и еще раз три так же два с половиной три раза так же и всяких полно тут зданий и там где вот этот большой храм всякие там тоже полно зданий каких-то бани экскурсии тут вот эти все здания какие-то арт-объекты ну здесь нужно несколько дней прям несколько дней чтоб все это обойти и просто здесь прятано очень нет несколько дней не хватит скорее всего вот эти вот конструкции специально для тени да чтобы прятаться зной а сейчас я схожу туда днем а ребята а вон мы видим справа да самокаты есть проказ самокатов есть так что смело смело можно оседлать двухколесного друга и все это просто объехать за пару часов отличный вариант отличное решение но я бы удивился есть бы их там не было все есть все нормально интересно от него какое расстояние как два раза вон до туда вот это интересно вот это интересно вот я пошел я я на лодках сейчас на паузу поставлю он длинный где мы включусь в середине окей середине вернее жаксы тут магазин есть рестораны супермаркет процентом дорогие конечно сколько такая локация но это туристический центр региона я шучу конечно это и нельзя но сбойная водичка красивая вот после этого длинного такого типа как коридора там такая площадь вот там вчера был шоу фонтан сейчас посмотрим как это днем выглядит короче это магазины бутики да здесь можно на лодке проплыть ребята что внутри вот этого золотого строения там явно как будто бы что то есть ну я думаю это не просто да такое овальное золотое сооружение конечно приятно здесь находиться очень приятно все красиво чисто туристы кстати нередки ну ничего думаю со временем здесь будет больше еще больше людей туристов именно что необычное но я не знаю может для кого то это обычно это это именно как бы сказать смесь симбиоз открытого торгового центра и закрытых помещений это просто настолько ну как бы приятно необычно ну по крайней мере может москве то есть это не знаю в питере где-нибудь ну самаре такого точно нет самара это город миллионник полтора миллиона человек из самары да это как не знаю город сад внутри города и вот уж точно что я не могу определить когда здесь красивее днем или ночью и так и так да наверное в каждое время суток по-своему красиво вечером эта подсветка решает так вот я выхожу после этого коридора и вот здесь подожди здесь или где а еще значит не здесь дальше это вот шоу фонтанов там и такой тип как полукруг круг сейчас мы туда дойдем так это вот этот коридор я прошел еще иду иду коридор и вот только сейчас а ну да 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 и вот уже за этой стеной только за этой стеной только за этой стеной только этот блин он походу огромный ну потому что можно идти туда направо налево а шоу фонтанов было вот тут прям у меня еще память заканчивается сейчас я положу нажму и там сниму и все и хватит хорошо ну вот тут вчера было вот это шоу фонтанов блин вода какая красивая и берег не берег дно ну это как я понимаю круг вокруг вот этого здания а вот там на третьих этажах что-то походу гостиница это скорее всего гостиница ладно все короче заканчиваю покажется приближаюсь вот опять к этому ну тут хаджи огромные короче типа храм назову я его хорошо и ведь я сказал что он там например сарай караван да вот туда тут кстати раскопки будут тоже видать как-то оформят это в ту сторону там километра три но еще сейчас вот днем по светлому возвращался с этого каравана сарая еще идти в ту сторону тоже там отель какой-то город отель типа супер супер огромный не отель а этот торговый центр ну типа как вот да 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 как в арабских эмиратах там там торговый центр город другой а и здесь тоже так же здесь во первых тоже парк куда глаза глядят до куда видно и там огромные огромные всякие вот эти здания супер отель красивейшие огромнейшие торговые центры но я туда уже не пойду на нет сил здесь сюда надо на неделю за выход ну или хотя бы на выходные но этого мало конечно мало это я внутрь никуда не захожу еще почти по сути надо было на самокате ехать так что короче тут а еще плюс по самому городу можно погулять там какой то есть ботанический сад у них по карте еще какой то там огромный парк сюда да нам на недель на недельку просто хотел тут уточнить тоже что из него только один парк и один это здесь посмотреть есть на что так ребят на этом видео заканчивается ну как бы будем честны да немножко скучное видео ну понятно человек возможно впервые снимал и ну как бы кто как видит тот так и снимает и все это вот преподносит это понятно ну тем не менее по видео ясно что там очень красиво необычно я бы еще вечерние боефотки и зарисовки как говорится посмотрел там скорее всего подсветочкой все нужные акценты расставлены и там безусловно красиво самокат самокат при таких расстояниях где три раза как вон до той мечети и еще столько же вон в ту сторону ребят я не знаю как там пешком вообще люди там только на самокате ну если ты хочешь за один день посмотреть все вот ты приехал да туда вот первый раз ты там ну наверное только на самокате доехал походил посмотрел дальше в путь тем более есть скорее всего какие-нибудь туристические брошюрки там и все такое чтобы понимать куда тебе ехать ребят напишите кто из этих мест как там у вас вообще ну я так понимаю круто и здорово и красиво по поводу туристов все равно наверное сейчас наплыв у вас есть из-за приезда россиян а так вообще ну я думаю там наверное есть туристы безусловно все таки такое такие огромные площади заняты вот этим всякими бутиками отелями насколько я понимаю ну и конечно же исторические достопримечательности в первую очередь да потому что вокруг них вот эта вся инфраструктура и образовалась в принципе туда едут как раз таки к этим историческим местам которые вот первое здание когда я еще попросил вас написать как он называется а все что вокруг вот мы сейчас видели это как раз таки и и есть инфраструктура чтобы было приятно находиться там туристам где отдохнуть где переночевать и где развлечься да ну тоже самый фонтан и так далее все ясно а ладно ребята на этом все рахмет что посмотрели это видео вместе со мной не забывайте подписываться на канал прожимать кнопку мне нравится ну или в простонародье лайки и пишите комментарии все давайте всем пока удачи до встречи до встречи до встречи до встречи субтитры